Насилие за обеденным столом ни к чему хорошему не ведет. Особенно, если объектом является ребенок. Вместо приказов доесть предложенное, намного более эффективен простой разговор. Причем эксперт-консультант по здоровому питанию Жанна Тупман прекрасно знает, как сделать такой разговор намного более эффективным и понятным детям. Жанна, а вообще возможно детей переключить с пиццы, френч прайса, не знаю, бургеров, на здоровое питание, на овощи? И чтобы они ели здоровый продукт исключительно? Конечно, можно. Дети любят спрашивать, почему. Дети любят учиться. Каждый родитель знает, что ребенок спрашивает, почему, как минимум 10 раз в день. Так почему бы ребенку не ответить, почему питаться правильно? Можно показать эксперимент. Дети любят учиться. Ну, легко сказать, дети любят учиться. Как ты им собираешься это наглядно доказать? Ну, с ребенком можно играть. Это можно сделать как игру. Можно показать эксперимент. Например, как расщепляется хороший сахар и как расщепляется плохой сахар. Кекс, маффин и банан, на примере которых ты обычно объясняешь этот процесс. Что их так впечатляет? Ну, во-первых, детей пугает, с какой скоростью он расщепляется. И если ребенок может себе представить, что у него происходит в желудке, это достаточно пугающе для него. То есть температура нашего тела это 37 градусов. 36,6-37, смотря у кого. Что это достаточно горячая вода. И с прикосновением только слюны, легкие углеводы, они начинают моментом расщепляться. В отличие от сложных углеводов, которые расщепляются медленно, они должны попасть в желудок, потом опуститься в кишечник, постепенно попасть в кровь и таким образом поддержать нашу энергию в течение дня. Но все равно, я думаю, что таким экспериментом отвадить детей от конфет очень сложно, нет? Ну, а ты посмотрел, как выглядит маффин у тебя в организме, в отличие от банана, то это достаточно впечатляет. Пугает. Пугает. Дети, они очень впечатлительные, дети очень быстро воспринимают информацию. Я работаю с детьми и очень часто дети объясняют родителям, почему нельзя есть. Это очень интересно. Сахар не только находится в сахаре, также сахар находится в углеводах. Углевод расщепляется на сахар. Есть быстрые углеводы, есть сложные углеводы. Быстрые углеводы расщепляются моментом на сахар и мы получаем в кровь сразу же. Сложные углеводы расщепляются медленно, поэтому сахар выходит медленнее в кровь, поэтому это больше времени поддерживает в нас энергию. мне кажется вот если сахар дольше находится в крови это хуже вопрос сколько сахара находится в крови то есть если в сахар находится в больших количествах то это конечно плохо а если сахар находится в небольших количествах он нам нужен сахар для нас это как бензин каждые клетки сахар это бензин. Вот это вот у нас два стакана стоит перед нами, два бокана. Это что такое? Это килограмм сахара, который съедает средний ребенок. Достаточно страшно. В день? В день, да. То есть это примерно 60 столовых ложек за день, эквивалентно примерно одному килограмму сахара. Ты имеешь в виду, что этот сахар заваскирован в разных продуктах, которые дети едят? Сахар находится не только в сладких продуктах. Сахар находится и в других продуктах. Так как я сказала, что углеводы расщепляются на сахар, они не обязательно должны быть сладкими. Например, мало кто знает, что 75 процентов как минимум продуктов, которые вы находите на прилавках магазина, содержат в себя сахар. Такие, например, как кетчупы, как добавки в салат, колбаса, сосиски, шницели, сыр, который мы даем детям и так далее. Йогурт, флексы. Если мы посчитаем, сколько средний ребенок съедает за день, это будет примерно 60 столовых ложек. В последнее время было очень много научных исследований, которые говорят, что воздействие сахара на организм такое же точно, как на тяжелый наркотик. Например, как кокаин. То есть наш мозг воспринимает сахар точно так же, как тяжелый наркотик. И чем больше мы едим сахара, тем больше нам хочет. Например, я очень часто встречаю такой вопрос, а мне хочется сахара, что же мне с этим сделать? Конечно, хочется сахара, потому что это абсолютно точно так же, как наркотик. Если ты не ешь сахар, у тебя портится настроение, у тебя нет энергии. Ребенок начинает плакать, хочется дать ему что-то сладкое, чтобы ему стало хорошо. Так зачем с детства приучать своего ребенка к наркотику? Тем более в таких количествах. Таких количествах, да. Очень часто родители не задумываются над этим. И просто можно сесть дома, посмотреть, сколько сахара в каких продуктах, посчитать и посмотреть, сколько твой ребенок съедает визуально за день. Скажи, пожалуйста, назови нам какие-то супер продукты для детей. Что это такое? Какие продукты? Считаю, что дети должны обязательно есть. Ну, так как мы обсуждали сахар, мы говорили, что нам нужен сахар. Вопрос какой? Детям нужен сахар. Детям нужны углеводы, чтобы они росли, развивались, могли быть активными. Поэтому мы выбираем продукты, которые рассчитываются медленно на сахар. Например, такие как банан, фрукты, каши, гречневая, киноа, бобовые. И как заставить детей все это есть? Как заставить детей есть? Детям можно замаскировать. Дети не всегда должны знать, что там внутри. Потому что, в принципе, детям готовят папа с мамой. Например, такой легкий пример, что ребенок не ест авокадо. Так давайте замаскируем авокадо. Мы сделаем шоколадный мусс. Все дети любят шоколадный мусс. Мы сделаем шоколадный мусс. А что такое шоколадный мусс? Мы можем, например, попробовать его сделать. Это, например, банан, авокадо и какао. Получается коричневый цвет. Это перемешанное? По вкусу, да. Очень похож на мусс, да. При этом твой ребенок получает и авокадо, который тяжело его заставить есть, и банан. Дети, например, любят котлеты. Так почему бы в котлеты не добавить овощи? Например, сделать котлеты с зукини. Скажи мне, пожалуйста, но все-таки конфеты очень сложно заменить для детей на более полезные продукты или нет? Нет, опять же, дети любят что-то сладкое. Им должно быть вкусное. Мы можем, например, сахар заменить медом и сделать свой домашний шоколад. Например, сделать детям домашние конфеты, заменить сахар с сухофруктами, заменить сахар медом, заменить сахар кленовым сиропом. Какие еще методы ты применяешь для того, чтобы помочь родителям переманить детей на здоровую еду? Ну, во-первых, вопрос, почему возникает не только у детей, а также взрослых. Когда я работаю с семьями, я работаю с родителями и с детьми, родитель должен обязательно подавать пример ребенку. Самый легкий пример для родителей, что если человек, который пытается отказаться от алкоголя, привезти его домой в компанию алкоголиков и сказать ему, что ты не можешь пить, шанс у него не пить алкоголь будет нулевой. То же самое и с детьми. Если дома везде лежат конфеты, печенье и сладкое, и при этом запрещать ребенку есть, то, конечно, ничего не получится. Но если сами родители показывают пример и могут объяснить и рассказать, почему не нужно есть много сахара, то ребенок будет пытаться сделать все возможное с его стороны. В простом родителе очень сложно организовать даже меню на несколько дней, правильно ли? Да, конечно. Ребенку нужен не только сахар, чтобы расти. Ребенку нужны жиры, белки, витамины, минералы. Ребенок растет, у него развиваются кости, развиваются мышцы, поэтому питание должно быть сбалансировано. Питание должно включать в себя абсолютно все компоненты, все строительные материалы, чтобы ребенок мог построить свой дом, свое тело, в котором он будет жить в взрослом возрасте. А что такое строительный материал? Строительные материалы – это белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. На белках строятся мышцы, строятся органы, абсолютно все машины, которые перевозят, расщепляют, например, гемоглобин – это белок, энзимы – это ножницы, которые расщепляют еду. Также нам нужны витамины, минералы, чтобы создать кости. Нам нужны углеводы, чтобы у нас была энергия. И нам нужны жиры, чтобы создать хотя бы элементарно любую клетку в нашем организме. А какого рода проблемы ты помогаешь семьям решить в питании и со здоровьем? Ко мне приходят разные люди, но интересно, что в последнее время я сталкиваюсь с семьями, которые приходят ко мне, чтобы решить у ребенка, решить проблему с хроническими заболеваниями. Например, такие, как ожирение печени, повышенный холестерол, диабет второй степени, у детей, что это обычно болезнь взрослого человека, 50+. А самый маленький ребенок, который приходил ко мне, было 8 лет, представляешь? Я пытаюсь подобрать каждому индивидуальное питание, потому что каждый человек уникален, у каждого свой личный биохимический код. И я пытаюсь подобрать ключ к его биохимическому коду. И в тот момент, когда это подходит индивидуально этому человеку, то результаты потрясающие.